всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё во бритьё во бритьё сегодня по всем статьям бритьё лично для меня знаменательное потому что в этом бритье сегодня будут участвовать много новых игроков которых я прежде не держал в руках а есть такие которые и держал но несколько в ином обличии но и старые проверенные игроки здесь тоже будут в которых я уверен на сто процентов если меня кто-то сможет спроси ну если кто-то спросит они могут и посоветовать хоть и не люблю это дело но этого бы я все-таки посоветовал и так наверное сегодня обойдемся без крупного плана основные персонажи сегодняшнего действия это будет станок гипс модель 36 года номер 15 производства 1950 года появился на канале благодаря геннадию таллин эстония вот сегодня мы и начнем этим таночком бриться на позиции вот с нее наверное стартанем мыло mediterion это подарочек с братской украины пахнет великолепно ребята запах просто just a perfect beautiful ну стас какашку не пришлет он их просто не держит вот с этим мы вам сегодня побреемся что же касается автошеева сегодня будет ребята веледа веледа это тот самый случай который могу всегда везде при любых обстоятельствах рекомендовать знаю он нравится не всем и не все от него пищат от восторга также как и я но я от него точно в восторге потому что для меня это сосредоточие всего 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 что я люблю а я люблю все натуральное яркое неординарное на по шарам и ты уже переместился в какую-то другую вселенную в этой вселенной ты просто балдеешь веледа мне в этом помогает но бриться будем не просто так я не уверен в тех родных лезвиях которые мне прислал геннадий потому что их никогда в жизни не пробовал поэтому на подстраховку я сегодня продрявил через компостер но вы наверняка уже видео видели лезвие спутник если что подстрахуемся с ним думаю от всей души надеюсь что этого не понадобится но на всякий случай так соломочку то подстелить надо убиваем пену еще один красавчик про которого я не сказал ребята это помазок от работ великолепного мастера василия город тольятти здесь и станочек от него лежит им сегодня биться не будем но отпускаю вот он сладкая парочка потащатся встряхнули лишнюю воду открываем и начинаем забирать наше мыло чашу наверно не будем использовать сразу на лицо пойдем да и все как же удобно держать этого засранца ой прям рука отдыхает большие пальцы упираются большой радиус причем через мелкий достаточно эффективно и плотно его фиксирует это паровозная сцепка никуда ничего не денется никуда ничего не уйдет работать просто приятно можно и вот так вот тоже брать и работать как большой такой знаете ступкой пестиком супер мыло набирается набирается и достаточно неплохо набирается ну так как мы будем работать сегодня без чаши я думаю сильно с вами тут усердствовать не будем я думаю сейчас сколько взяли столько взяли а потом при необходимости если чё просто будем добирать да и все хорошо реально хорошо компресс все-таки он дает много много и так все будем сейчас делать на лице бороду сбривать не буду потому что в одном из видео я пообещал что я смахнет только пиковый туз это единственное видео которое в этом месяце выйдет с т-образным станком хотя хочется поскорее запустить этого красавца да и не только его очень много станков которые я должен показать на обзоре люди уже спрашивают вадим когда но просто силу тех или иных обстоятельств я не могу это пока все сделать вы просто видите участок например будут только опаски чтобы я наконец-то уже хоть маленько руку набил морду то я просто счастлив и так берем нашего красавца на позиции н с его родным лезвием гипсом в гипс гипс и посмотрим что он могет по первым движением я бы сказал что это уровень 89 головы нейтрал вот с такой вот агрессии далек далек от того чтобы петь какие-то сейчас дифферамбы по поводу мягкости комфорта потому что он чуть-чуть зубки то показывает но тем не менее факт остается фактом смотрите как хорошо прошел и это все на позиции нейтрал на третий только что если мы поставим на дворечку вот так вот просто посмотрим что получится узнаю брата колю это уже что-то поинтересней ребята как пахнет это моё чё-то туда спрятали чё-то спрятали какую-то маленькую такую звездюленку который вот не фонит но она подпикивает она как маячок gps ты маленький мал золотник да дорог мал клоп до вонючих и вот он там сидит и он вот этот импульс пускает а я от него вы знаете как собака давно хозяина не видела хвостом и язык и шары вот такие вот вот так на меня этот сверчок действует блин как пахнет шикарно сандал не сандал что там такое древесно-пряное что-то такое вышибает вышибает вымораживает так ну пока пока все отлично пока все я доволен прям хорошо чуть-чуть пусть и в огород так он сидеть и делается смазок обрел жизнь он раньше то был неплохо аква от яки а сейчас новой ручкой это как прям такой прям ух а то что василий его посадил так поинтересному верхний растр рискнул хотя мог проиграть но рискнул и победил сделал на 27 28 ребята не повредила ни капли прям вообще это лишний раз говорит о том что человек понимает что он делает прям тютелька в тютельку так на двоечки ну мне нравится мне нравится вибрации лезвия не чувствую геннадий говорил что вадим делай ручку по длине я думаю что как вариант если всерьез вот заморачиваться то вот даже в будущем изделие вот подобного рода я бы во-первых не стал бы кардинально переделывать ручку чтобы гильзу вот эту убрать потому что вот здесь гильза люди на западе это уже оценили я очень много кастомизийных ручек видел и сохранить за станком такую вещь мне кажется это здорово потому что каждый смог бы сделать ручку под себя кому-то нравится пластиком и кому-то деревянная кому-то роговая костяная да какая угодно из акрила и каждый смог бы поставить ручку по поводу длины меня пока все устраивает потому что у этого парня тяжелая башка а тяжелой башкой мне работать но по кайфу реально по кайфу такой тыс вот если баланс брать допустим он тут вообще смещен вот то есть вот ближе к голове комфортно запах сводит с ума но мне кажется даже не меньше чем из банки вот как с банки вот так вот прям хорошо так хватит хватит давайте наверно попробуем по хорошему давайте четверочку поставлю да вот так вот четверочку и посмотрим что он мне покажет на завершающем этапе с четверкой чуть-чуть намочу помазок ну не только внешне но и по всем параметрам стал себя чувствовать по-другому реально кайфовый инструмент мыло мыло просто эмоции зашкаливает скользит хорошо запах запах он погружает просто в атмосферу бритья и ты вот реально по кайфу просто бреешься и все так 3 завершающий а знаете каким-то макаром я так снял что здесь а вот тогда да 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 а я уже думал мыло нет и подскольжение где нету есть есть ребята есть чуть-чуть просто пальца намочила все и каток лужники я чувствую себя великолепно побрился замурчательно подбревки да вот здесь вот пожалуй нужно будет но это не косяк станка это я там сам промахнулся забыл надо было чуть-чуть под другим углом все это дело поставить поэтому просто станок намочил вот и все а здесь а здесь нечего подбревать все обычное место вот в противоход так чуть-чуть на мочу все компресс умываемся автошейф заключительное слово как обычно на компрессе тут много всяких мыслей пришло начиная от мыла ребята по моему эмоции зашкаливает и заканчивая станком те хорошие великолепные чудесные отзывы которые на западе оставляют по поводу 15 и 17 модели они полностью оправданы тот который я вам приводил вам по 17 модели в которую вы можете ставить любое обычное лезвие но факт остается фактом мы этим станком побрились и вот смотрите моя легко возбудимая легко ранимая кожа вот так вот отреагировала и я считаю что это вполне себе ого-го ну а так чтобы заполировать все эти дела мы берем веледу нюхаем покрываемся мурашками от того охренительного запаха которые делаются шведы или швед свеция кто это делает вот короче там это делать каждый раз когда это в душе знаете какой-то русская вот это вот и пошло и все лучше такими шарами и все и несется как заводной ты его за штаны оттягаешь стоп ты чё вот и он уже его понесло за горизонт вот такое что-то в душе у меня вот этой этой штуки ребята классно классно так ну ты чё давай вот так вот маленечко накапаем без поорать хоть алкогольный но без поорать с одной стороны хорошо с другой стороны грустно порать то я люблю авто шейф веледа ребята противопоказания только в одном плане запах кто к нему спокойно относится кого это не возбуждает так как меня ребята подумайте надо ли он вам во всем остальном противопоказаний нет можно рекомендовать смело цена более чем декомат демократичная потому что вот за такой флакон вы можете найти где-то в районе от 600 до 800 рублей там ну тысячу это максимум и то это где-то там зажравшиеся такие вот они будут косарь за это лупить а так вот в районе 600 800 рублей а чё нет-то это во-первых во-вторых запах я не знаю по каким альпам они там ползают собирают все вот эти вот травки корешки и всякие листики но потом впоследствии когда они все это собирают обрабатывают и делаю тот настой из которого потом получается это веледа ребята это это как как выжимка той земли откуда вот это все родом это как как соль земли как суть земли как вот знаете как отпечаток пальцев это просто знаете это вот это что-то первое естественное первозданное здесь травянисты древесные пряные ноты в такой конгломерат смешались так тебя дарят вот этим букетом что ты просто отдыхаешь здесь нет и намека и даже вот вот там эхо стола от шестом колене нету никакой химозности совершенно здесь первозданная естественная красота продукта и так это шикарно особенно шикарно то что это имеет продолжение на коже после того как это все высохнет а высохнет это очень быстро вот сейчас я уже вообще ничего этого не чувствую у вас кожа реально бархатистая эффект та же самая бархатистая кожа что дежавю но дежавю вас все-таки может продрать там больше все-таки новогодняя хвойная тематика это вот кто вот это любит а здесь это больше травянистая такая даже вот перчик по моему где-то здесь проскакивает но здесь здесь особый букет особый аромат это никому не отдам это останется и было моей коллекции останется моей коллекции благодаря вам спасибо вам за это огромное потому что эта вещь эта тема это 5 реально 5 и даже на эти вот по совокупности всех качеств то есть это уходовый запах качество самого продукта дозатор стекло синего цвета отдельная замороченная пробка после того как стал делать дежавю я прекрасно понимаю что это не хухры-мухры это не на пустом месте рад у кого-то там соскочила давай вот так сделаем нет здесь дизайнер явно мимо проходил это и по этикетке видно и по всем делам но пизырек пробочка это не расходные материалы это люди заморочились где-то заказали офигеть какую партию и вот у них только вот эта штука есть и стекла между прочим они из пластика вот это все люди сделали значит как минимум они понимают что они делают ценят свой продукт и благодаря тому что они сами это любят и я это тоже люблю потому что я понимаю что это сделано не на отебись с душой вот вот рекомендация однозначно вещь вещь так ну за помазок василий ну мастерство не пропьешь если человек что-то умеет он умеет вот тут я нашел только форму все остальное сделал ты сам и сделал но вот моем понимании это заводская работа вот так вот если под допустим не будь вот этой вот всей истории что вот я тебе обратился нашел форму показал ты вот это все сделал а вот так вот просто совершенно сторонний человек хлобысь вот такую коробочку как я распакал на распаковке показал открывает там от развязывает вот так он хлоп видит до мысли бы даже ни у кого не было что это сделал кто-то один персонально подумал бы блин что за фирма такая блин а где это дело хочу вот такое что-то это вещь вещь однозначно спасибо тебе огромное и блин я могу смело тебе людей посылать потому что знаю что ты говно не сделаешь это человек который тебе обратиться он практически со стопроцентной долей вероятности уйдет от тебя счастливый вот я тебя счастливый ушел благодаря вот этим вот двум вещам я тут за кадром уже ручкой поигрался балансировку посмотрел то все заценил форму как ты в тон по мазку сделал что да она похожи заценил как он в пальце упирается когда вот так вот все я уже заценил вещь однозначно вещь ребята ссылка будет в описании под видео кому интересно то что может сделать наш русский человек сходите вон у василия посмотрите красавчик просто красавчик мыло вот как все-таки бывает иногда несправедливо судьба индейка последней посылки вот то что с украина было помните и там было несколько мы это в том числе и еще одно которое ребята заморочились сделали с этикеткой канала мол вот вадим вот тебе special edition вот радуйся наслаждайся жизнью и каково же было мое разочарование что мыло мне ну ну не торкнуло понимаете ну вот бывает такое и гоше при гоше с лица воду не пить ну понятно но вот что-то не то понимаете вот где-то в каком-то месте одно единственное звено мозаика какая-то не сложилась спросить тебя какая да и не ответишь ты а вот ну ну не судьба не случилось и не ёкнуло и песни нет а мыло то для меня сука делали знаете как обидно очень а вот она она рядом стояла рядом баночки лежала вот от этого ребята прямо прет я вот блин как бы взять этикетку это было выковырить ту баночку переделать и вот это было бы вот это этом вот это никому не отдам вообще от этого прет и пучит по полной начиная от его тактико-технических данных как она набирается его экономичность качество структура пены как она фактуру держит как она в бритье как она позволяет эти станку как она после того прикидывается белая овечка что не меня тут нету все алис капут обед закрыт все проходите мимо воду только взял уехал и во всем этом беспределе шабаши ставит точку запах запах если тебя еще не размалывал локотком от этого мыла от его свойств он тебя додавливает он тебя покоряет он тебя просто грузит это в этой вате запаха плаваешь и просто кайфуешь тебе делать ничего не хочется кроме того что ты уже делаешь просто бреешься этот запах это вынос мозга это ахтунг это это двулики янус потому что с банки он пахнет по одному и это довольно таки приличный хороший такой приятный запах это запах травяного чего-то это травяного цветочного возможно с какими-то легкими легкими примесями желтого света такого знаете солнечного игривого но никакого-то знаете который смещен в сторону океанической флоры фауны а в сторону я бы доскал средиземноморского милитариан да что-то средиземноморское такое знаете умеренно спокойно и время фиесты но это ровным моментом только до того как вы его не начнете использовать как только вы сделали из него пену нанесли на лицо тут его вторая эта фактура и открывается который с банки вы не учуете совсем и вот тут то тот шабаш который мне крышу и снёс и начинается он в мокром состоянии и сухом пахнет по-разному сухом он более сдержан он более лаконичен он более такой на эти ненавязчивый и все еще прекрасен но как только вы его намочите это как гармонисту писярик налить и как бог меха растянул и понесла что-то до шабля шабля и какая как понес 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 и в коленочку и присядочку вот так вот она себя ведет ребята это шикарная мыло у всех у кого есть возможность дотянуться вот именно вот до этого мыло ребята дотянитесь не пожалеете как минимум но если вдруг вам по запаху не торкнет или еще что-то но вы получите очень хорошие мыло с великолепными ттх а если вас пришибет по этому запаху также как меня мышь мешком этим накрыла ребята вы это мыло не отдадите никому вы будете им бриться бриться и бриться и каждый раз когда вы побреетесь вы не будете эту баночку закрывать и будете оставлять его в ванной чтобы ваша ваша ванная комната наполнялась наполнялась этим великолепным чудесным обворожительным волнующим интригующим сногсшибательным запахом это чудесно чудесное изделие украинских мастеров стас огромное тебе спасибо за то что дал возможность прикоснуться к этому чуду покорем покорем вот в тубы баночку да вот это мыло не ну видишь все же не угадаешь это вещь это вещь это вещь в квадрате и добавьте еще к этому что она будет чертовски экономично мы с вами сегодня не использовали никакой чаши просто на помазке сколько там тех движений было да вряд ли это было больше 20 25 отмотайте посмотрите хватило на все бритье потом еще из помазка выковыривал не знал куда девать и в работе это было просто чудесно да помазок сегодня был непростой барсук и многие мыло с барсуками буксует не хватает того не хватает этого барсуки бывает что еще и подхомячивает но не в этот раз не в этот раз все показало себя великолепно 5 еще 2 балла вот просто от души просто от души вот так вот прям вот так вот прям вещь однозначная вещь спасибо и ребятам передай вот этот эта тема это молодцы это красавцы это видать когда вот это вот много делали боженька мимо проходил и вот так вот тучки разогнал тени разбежались на человека за прошло озарение и он собрал вот эту композицию это вот это миг это вот так пункт и все и вышло просто по щелчку вы знаешь как искра божья пролетела и вот у человека вышла вещь обзор кончится еще не ходьбу классная штука станок ген огромное тебе спасибо геннадий огромное тебе спасибо потому что если бы не ты я бы не смог вот эту всю красоту сам попробовать парням показать но для меня сегодня случилось следующее великолепные чудесные вещи делали еще в прошлом столетии не сейчас я это понял потому что такие вещи уже были на канале не один и не два но сложилось все так интересно это не первый буржуинский станок регулируемый которая попробовал и ночи сказать предыдущее мое знакомство но каким-то фурором таким вот найти чем-то сильно не отличалась началось она жилета slim шестьдесят пятого года и фэдбоем шестьдесят по моему четвертого что ли что-то типа такого заморочился на это дело и поехал ну смысле пошел на яйца и прикупил пару этих станков за слим у меня получилось по-моему где-то в районе 50-70 баксов что-то типа этого фэдбой обошелся подороже там вместе за ставкой что-то то ли 90 или 100 баксов вышло slim slim кому-то уже отдал кто-то из парней забрал и судя по всему все нормально все хорошо фэдбой вы видели на обзоре он остался у меня вначале его тоже хотел продать а сейчас не буду пускай остается для истории так вот эти станки меня не впечатлили прекрасно осознаю что это все им х что полно себе людей которые от этих вещей просто балдеют потому что взять допустим те же самые сливы все их разноцветную палитру там черный красный зеленый оранжевый серобур малиновый там зависимости от квартала от года по агрессиям там чуть-чуть по внешнему виду там различия море есть люди которые все это море собирают они плавают в нем и балдеют от этого моря ни одна тема на пол по поводу слимов и фэдбоев создана и там люди просто ну пасутся в стадами это их тема это их рай есть люди которые любят эти станки но я к сожалению не из их числа я эти станки не понял для меня не знаете какими-то чуть-чуть такими агрессивными вот если вот ну как агрессивные если смотреть по шкале допустим агрессия комфорт эффективность по эффективности я бы наверное все-таки поставил 4 с плюсом по агрессии питак бы поставил они достаточно агрессивные для меня а вот эффективный комфорт наверно до четверки до 3 с плюсом если не так то есть понимаете каждый раз когда ими брился мне было так не было ощущение подкусывания но было ощущение что вот острая кромка идет мне по лицу и мне от этого не с не совсем хорошо я тоже самое порой испытываю 89 голове именно от этого я скажем так не в предел не в восторге от нее хотя прекрасно понимаю что полно людей которые для них 89 голова это наше все это нормально это хорошо и каково же мое было удивление что из прошлого столетия этот тонов меня порадовал это коленка это дельфинчик это bbs чуден мир чуден мир и вот сам для себя сейчас пытаюсь нормализовать мысли в голове я понимаю что я практически каждую позицию от которой я сегодня пробовал от нормал до двойки а потом до четверки я прочувствовал она мне понравилась реально понравилось да в брите это не рекс это маленечко отличается их чтобы оба прочувствовать нужно все таки вот было бы даже неплохо в сравнении прогнать с одной стороны один с другой стороны другой на разных позициях да пожалуй так можно было бы сделать даже можно было бы на одинаковых лезвиях вот тогда их можно было бы сравнить но так я вам сейчас скажу точно это не хуже рекса а возможно еще и вариации лучше или хуже я сейчас не буду говорить нет то что не хуже это точно а вот лучше надо пробовать надо пробовать но это чертовски годные инструменты я понимаете буржуинов которые у себя на форуме там за бугром поют по его поводу дифирамбы и радуются что у них есть этот станок станок годный если у него отличие от всех остальных тех же самых которые вам показывал на обзоре ну да конечно есть есть но это тоже надо разбираться и я же не думаю что вы так вот с первого бритя думаете что я сразу все понял сейчас вам все расскажу нет это каждому конкретному случаю нужно подходить индивидуально пока этому станку я от всей души ставлю 5 и будь у человека вот такой станок но он бы заменил многих вполне себе а уж учитывая возможность кастомизации так это вообще просто 5 удлинение ручки ну это на любителя я бы на такой остался но раз геннадий говорит что многие удлиняют ну значит это кому-то нужно хотя чё вы чё геннадий говорит пацаны на канале сколько раз меня уже там и за свои то ручки ругали иванов давай там подлиньше чё ты там чё-то на старт и прилепил мне о надо отчеты там вот это то есть да у нас тоже вполне себе много людей которым подлиньше подавай то есть вещь однозначно буду думать как сделать регулируемый старт геннадий еще раз спасибо за то что познакомил с историей ну а на этом добра счастья радости берегите себя берегите своих близких дарай вам бог здоровья если у вас есть хоть какая-то малейшая возможность время от времени пускай не каждый день не каждый месяц хотя бы раз в год побаловать себя какими-то интересными годными вещами ребята не обязательно хапать все что-то одно возьмете уже радость на душе среди того что было на обзоре сегодня нет ни одного темного нет ни одного серого нет ни одного блеклого нет ни одного такого какого-то предмета который ну сегодня ты его узнал завтра забыл не вспомнил да и не было как будто его это не проходные сегодня одни звезды были это звездный обзор потому что сегодня каждый предмет был звездочкой для меня лично во всяком случае точно если в вашей жизни время от времени будут появляться ваши звезды не обязательно такие как были сегодня какие-то свои ребята так я только рады будут дай бог чтобы у каждого из вас у каждого из нас можем в жизни было как можно больше звезд вот это я хотел сказать ну все сегодня стрим пойду все рендерить добра счастья и радости берегите себя берегите своих близких дарай вам бог здоровья пускай вас всегда всегда все будет хорошо ну и до новых встреч если понравилось видео делитесь им друзьями ставьте люба не люба выражайте свое отношение тем самым мы сможем продвинуть видео в топ и все это раскачается больше людей узнает об реке придут на нашу с вами планету и их будут нашими добрыми друзьями это же хорошо но все пока пока с вами был я вадим